Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1 Иоанна, послание 2.19. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То есть это всегда было такое, но вечность, когда будет, тогда люди будут, от кого ушел? Это Иоанн Богослов говорит, ученик любви, а то от вас вот были, уходят люди, от Христа ушли все, осталось только 12, да и там-то еще такой брачок был. 22 апреля 2017 года, за воскресный день, что? Ну, как всегда, богослужения батюшка проводил, собрания сразу уже в интернет выставили. Потом трапеза, тоже засняли, выставили. И потом занятия, тоже уже сделано. После богослужения, сколько Господь помог, помощников добрых дал. Так, ты можешь вот сюда кверху ее сунуть, чтобы она не кричала. Да вон там можно было, ну ладно, сюда толкаю. Вот Виталий Калиников пишет. У меня товарищ Алексей зовут, когда был в Оптине, и он увидел следующее. Он был трудником. Исполнял различные послушания. Однажды надо было ему зайти в баню монастырскую. Зайдя в нее, услышал странные звуки, женские голоса. Из любопытства прошел дальше, увидел монахов и молодых послушниц, живущих при мужском монастыре. Когда он эту историю поведал игумену Зосиме, здесь, в Омске, то, ничтоже, стумнясь, ответил Алексею, ой, хорошо, что хоть с бабами мылись монахи-то, а не с мужиками. Оптина, как и до революции, так и сейчас, считается одним из ведущих монастырей в Святой Руси. Ну и дальше. Наталья Усатая. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарю за поздравление. Мне бы дойти до уровня Жон Мироносец. Или хотя бы Мария из Магдала. Благовестие. Виталий Калиников. Христос воскресе, сестры. Он написал, сделал ролик такой, мне скинул его, но я теперь его поставил. Виталий пишет. Состряпал для вас видео поздравление. Вот мы увидим его. Игнатий Тихонович, зальете ролик на наш любимый канал, и вы сможете принять скромное послание для вас во славу Христа. Вот зальете, это в виде приказа. А тут ничего этого нет, букву ты ей подставил, дальше в виде запятая, дать этих обращения, ничего этого нет. Ну ты просто хороший-хороший составитель, так как житие Дмитрий Ростовский писал. Простите меня, зальет ролик. Да, вопрос спрашивает меня, он зальете или нет, или как. Радости о Христе, женственности истинной, почитанию мужа, как Христа, преизобильного благословения Отца, Сына и Святого Духа вам, жены и девы. Ну, благословение такое дает, что и патриарх не решится так. Наталья Усатая, благодарю, Виталий, потрясающий ролик, и музыка, и фотографии, слушая стихотворения до слез, и дети смотрели, сказали, все такие красивые в платочках, а мы, папа не разрешает. Спасибо, Христос. Христос воскрес, с праздником всех, только что прибыла с праздничного богослужения. Это Валентина Сарчисон. У нас тепло, все цветет, и душа ликует радостью Христового воскресения. Слава Христу! Сергей Игнатов. Христос воскрес, присоединяя свой голос к чудному музыкальному поздравлению Виталием Калинниковым, дев и жен нашего православного сообщества. Удалены что-то сообщения. Сергей Игнатов. Простите мы же, братья, за грамматические ошибки в предыдущем тексте. Я их исправил. Христос воскрес. Сегодня по пути с храма, с воскресного богослужения, мне пришла на ум мысль о словах, сказанных нашим братом Николаем Скалеренко по поводу копания на свалке, непринятых церковью имен людей, у которых были обнаружены ереси. Речь шла о бывшем учителе православной церкви Оригении, сочинение которого мне довелось когда-то читать. И кого-то так охотно издает прислутое сообщество почитателей заблудшего Рериха. Наш помощник и наставник во Христе подал нам пример того, что на все вопросы ответы нужно искать в Священном Писании, правилах и канонах церкви по толкованию общепризнанных ею вселенских учителей. Так общеизвестно, что апостол Павел все писания, в том числе Ветхий Завет, с описанием исторических личностей, как угодивших, так и прогневавших в Бога, назвал поучительным, чтобы мы следовали примеру святых мужей, слушали и выполняли повеление Бога, и не уподоблялись ветха и новозаветным грешникам. Из этого следует нам негоже уподобляться Фомам, в кавычках, не помнящим историю во всей ее полноте. Как-то мудрый, но не устоявший на Божьем пути царь Соломон в книге «Экклесиас» написал о том, что нет под солнцем ничего нового, и что есть, то уже было в веках прежде нас. Отсюда следует вывод, что нужно знать для пользы души историю взлета и падения не только истории, персонажей народа Израиля, но и известных в нашей апостольской Христовой Церкви мужей, оставивших свои следы, по которым нужно идти, если они угодны Богу, одобренных Христовой Церковью или наоборот. Нужно остерегаться и идти их путем, чтобы не подпасть под осуждение. Применительно к оригену это означает, что твердо знающим Святое Писание, по толкованию святых отцов, нечего страшиться прикосновения к его трудам и учиться разбираться во всем сказанном им во свете Святой Библии и учения Церкви, которая кратко изложена в символу вере. На Руси есть выражение, что всякая пословица не зря молвится. Поэтому верно сказано, что нельзя выплескивать ребенка смутной водой, как и негоже поступать по-сектански, которые исключили из Святой Библии на свалку истории, что ли. Одиннадцать книг Ветхого Завета. Также исследование эритических заблуждений позволяет каждому здравомыслящему, православному христианину иметь своего рода прививку от заражения ими и вовремя отреагировать на опасность их распространения. В нашем сообществе также периодически повторяются ранее пройденные темы, например, о почитании мощей мучеников и других угодников Господа. Но на этот и другие обсуждаемые вопросы следует смотреть всесторонне и широко, а не по-сектански, то есть не ограничиваться узко направленной подборкой высказываний одних святых отцов церкви по данному вопросу и умалчивать о высказываниях других учителей церкви, имевших иное видение обсуждаемого вопроса. Но самое главное – искать ответ в Святой Библии. Этому нас учит наш наставник во Христе. Храни его и всех ближних, Господь. Аминь. 22.04.2018 года. Валентина Сартисон. Христос воскрес! С праздником всех! Только что прибыла с праздничного богослужения. У нас тепло, все цветет, и душа ликует радостью Христового воскресения. Слава Христу! Елена Фауор. Христос воскрес! Николай Александрович Астахов. Братья, подскажите, пожалуйста, где скачать Библию и прочие файлы, начитанные Игнаем Тихоновичем? Есть на сайте, но одним архивом нигде не встречал. Нужно наживать на каждую главу отдельно. Это неудобно и трудно затратно. Роман Фроликов. По любви к людям в России, не знающим Иисуса Христа как Спасителя, слава Ему, надо дать то, что мы приняли прежде от Игнатия Тихоновича, в виде его видеороликов. Надо сохранять на свои личные компьютеры в России. Поэтому я думаю приобретать компьютер в виде самого дешевого сетевого хранилища, который программно заточен на раздачу файлов видео, скачанных мной с Ютуба. Моя цель сохранить то, что уже есть. Не заботишься о малом, мало-помалу придет в упадок. Роман Фроликов. На это уйдет как раз моя зарплата за месяц апреля этого года. 9 450 рублей. Зарплата. Это щеневые, говорит, такие дают. Поел человек и под тарелку положит официанту. Рустам, мир вам. Прошу помолиться за меня. Моя мама не нашла подходящего варианта квартиры. Поэтому сделку она требует прервать, чтобы оставить старую. Другими словами, не хочет менять шило на мыло. А мне чисто принципиально так сильно надоел старый дом, в котором я живу. Старые воспоминания о языческой жизни не дают покоя моей душе. Простите за частые просьбы об этом. И том же. Об одном и том же. Об одном и том же. Этот квартирный вопрос просто еще не решен окончательно. Благодарю. Слава Христу. Евтушенко Сергей. У Игната Тихоновича видео прирастают огромными темпами. Сейчас это почти 3000 видео в год. Это больше. Больше. 3800. Сергей Астахов. Можно в облако загнать. Еще проще сделать ссылку. Евтушенко Сергей. Там терабайт информации. Сергей. И оттуда скачивать все можно. Жесткий диск надо с северной повышенной надежности. Серверной. Серверной. А так умрет и вся информация пропадет. Сергей. Просто их нужно дублировать на нескольких компьютерах. Да, Сергей Астахов этот. Придется фамилии считать. Я же видел, как изменятся. Так все непонятно. Евтушенко Сергей. Просто их нужно дублировать на нескольких компьютерах. Собрать хороший сервер. Это серьезные деньги. Сергей Астахов. Сервер не обязательно. Да слишком дорого. Роман Фроликов. 9099 рублей. Нет, не 90. 9999. Да, 9999 рублей. Сокращаешь это. И плюс? 22 499 рублей. Итого? Равняется 32 498 рублей. Ну, кто такие деньги-то имеет? Сергей Астахов. Копировать надо, Роман. Ты прав. Кто знает, что будет дальше. Жаль, твердотельные носители малы пока по емкости. Роман Фроликов. Бог, хвала ему. Через слово свое открыл нам, что нас победят люди мира сего. Антихрист. Сергей Астахов. Но не указал, когда. Нельзя зацикливаться на этом роман. Евтушенко Сергей. Сергей Астахов. Да, пока дороги. Роман Фроликов. Он не указал, когда мы будем повержены для того, чтобы мы были готовы к этому поражению всегда. Сергей Астахов. Что стало с Романом из Потеряевки? Ты же знаешь. Тот зациклился на земном паспорт ННН. Но ты прав, что такое может произойти. Надо быть готовым. Роман Фроликов. Так говорит Бог. Благодарение ему. Через слово свое. И при этом мы обязаны всегда радоваться этому обстоятельству, потому что за поражением наших последует наша награда. Сергей Астахов. Лучше, чтобы в людях было знание, а не в машинках и технике. Сергей Астахов. Потом писали книги. Роман Фроликов. Книги и машинки – это очень хорошо. Сергей Астахов. Книги лучше. Роман Фроликов не надо. Вот один Роман. Сообразись. Роман. Все хорошо в своем времени. Сергей Астахов. Нет ничего надежного в вещах, сделанных руками человека для мира. Сергей Астахов. Моль дважды Сергей Астахов. Это можно было пропустить. Второй раз уже не считать. Моль держа все уничтожит. Наталья Усатая. Роман, вы сохраните у себя в голове хотя бы первый том красный из трех томика. А потом подумайте и обо всем канале YouTube. Сергей Астахов. Полностью согласен. Евтушенко Сергей. Ну для этого нужно память иметь хорошую. Не у всех она есть. Сергей Астахов. Все мы одно целое. Каждый сохранит что-нибудь. Так и книга напишется православная. Роман Фроликов. Фроликов не надо. Роман. Вспомните о том, как Игнатий Тихонович постепенно запоминал то, что написано в книгах. В процессе их обработки для составления симфонии. Сохраняя видеоролики, я узнаю постепенно то, о чем вы говорите. Евтушенко Сергей. Я себе скачивал потихоньку канал Игнатий Тихоновича. А там как Бог даст. Сергей Астахов. Я тоже просто что нравится. Наталья Усатая. У всех что-то сохраняется. А пока мы живые письма. То можем и друг от друга пересылать у кого что сохранено. Сергей Астахов. Точно. Есть Евангелие и его толкование. А все остальное уже разговоры и не всегда полезны для души. Роман. Тогда надо скоординировать процесс скачивания и хранения у нас. Надо сообщить. Кто какие видео сохранил. Чтобы другие люди сохраняли другие видео. А не дублировали по возможности. По возможности. Да. Прям под полслова заглатываешь. Евтушенко Сергей. Я все качаю. Наталья. Роман. Хотелось бы вас встретить через 10 лет и спросить. Что сохранилось за эти годы в вашей голове? И откуда вы черпаете знания? Евтушенко Сергей. Все равно мы находимся в тысячах километров друг от друга. Если интернета не будет, мы вряд ли свяжемся уже. Тем более наши страны в перспективе будут друг друга бомбить. Наталья. Согласна. Сергей Астахов. Качай Сергей. Если есть такая возможность куда. Это полезно. Роман. Я говорю про сегодня. А на будущее надо стараться скачивать все, конечно. Евтушенко Сергей. Я качаю все подряд. Несмотря на то, что у меня Игнать Тихонович под боком. В кавычках. На сибирске. Наталья. Пока еще не настало время такое. Когда нельзя ничего не купить, не продать. Так что интернет работает. И думаю, до прихода Антихриста будет работать. И иначе откуда люди будут знать со всего земного шара, где и что происходит. Евтушенко Сергей. Так уже собирается бесплатный беспроводной интернет запускать в США. Но во время войн вряд ли будет доступ туда. Роман. Будут войны и глады. Поэтому могут и интернет на какое-то время отрубить, и электричество тоже временно. Наталья. В Сирии какая война, а интернет все равно работал. Может не работать, если президент той или иной страны не даст указ, чтобы выключили интернет и все ресурсы. Не думаю, что это будет тогда, и самолеты будут падать. Роман. Есть такое мнение, что Антихристу не понадобится электричество и компьютер потому, что всю информацию о всех и вся ему будут доставлять бесы, которым электричество не нужно. И они знают больше любого компьютера. Да, люди откажутся от ненадежных компьютеров и вернутся в каменный век. Зато будет мир и безопасность. Евтушенко Сергей. Вы недооцениваете русских правителей. Роман. Компьютер и интернет заполонят ложь. Поэтому люди перестанут доверять интернету. Наши сообщения друг другу и видео наши исказят до лжи полной. Люди перестанут доверять друг другу. Поэтому понадобится смотрящий, который будет судить всех. И он потребует за это поклониться ему как Богу. Наталья. Поэтому роман, книги Иная Тихонща переживут всех нас. Самое главное, у кого есть эти книги, чтобы их читали, изучали и других научали и передавали знания. А книги не только в России и в других странах на руках множество людей. Роман. То, что будет в облаке и в ютубе, исказят до полной лжи. Только сохраненное христианами будет ценно для других христиан. Наталья. Надо Библию изучать и сравнивать со всей информацией. Михаил Ляцкий. Игнать Тихонович, я Михаил. Я как демон не знаю, что творится со мной. Но смотря ваши ролики, честно успокаиваюсь, ухожу от проблем. Спасибо вам. Таблетку какую я нашел, наши ресурсы смотреть. У меня душа на 50 на 50. И вы знаете, мне страшно, что могу причинить вред моим близким. У меня нет учителей. Наши батюшки колотят деньги с верующего. Колотят деньги с верующего. Коля, ты сразу на свои дрова перешел. Или да, или нет. Закажите отпевание. Плати. Интересно, отпевание, отпевание, ты из стакана глоток сделал-то. А отпевание, он не указал, отпевать этого человека, хоронить. А отпевание, ну, понимаете, одна буква, и как меняется сразу настроение. Даже рыбаки, удочки, светят за деньги. Про машины я уже и не говорю. Привет, Володя Никите. От кого принял? С прессы Христос. Не знаю. Владимир Опперман. Вот смотри, Опперман. Там с какой где-то страны пишет. Христос Воскресе. Мир вам, Игнатий Тихонович. Тихонович, ты считаешь, Тихонович, вот это слово «вещь» у тебя ни разу не слышно. Не знаю. Но учись на окончание четко говорить. Игнатий Тихонович, я уже молился и просил у Бога Духовного Отца. И вот Господь мне открыл вас. Слава Иисусу Христу. Уже более трех лет смотрю ваш видеоканал и благодарю Бога. Игнатий Тихонович, вы мой Духовный Отец. Спаси вас, Христос. Вот и возьми. Наталья Усатая. Книги выписывал. Вопрос к Инатий Тихоновичу. Почему евреи называются евреями? Как по писанию? Это ночью я задавал, а то я всю ночь отвечал. Игнатий Лапкин. Бытие 10.21. Были дети Иусима, отцов всех сынов Иверовых, старшего брата Иофетова. Бытие 10.24. Арфаксат родил Салу. Сала родил Ивера. Бытие 10.29.25. У Ивера родились два сына. Имя одному Фалек. Потому что в одни его земля разделена. Имя брата его Иоктан. Бытие 11.14. Сала жил 30 лет. И родил Ивера. Бытие 11.15. По рождению Ивера Сала жил 403 года. Вот ответ какой я даю. Видишь как? И родил сынов и дочерей. Вот что я указал тут? Ивера, и сколько мест писания? 16 стих. Вот смотри. Ивера... И два, подожди, три. Дальше. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ивера жил 34 года и родил Фалека. 17 стих. По рождению Фалека Ивера жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Наталья Усатая. Благодарю. На этот вопрос даже большинство иудеев не знают ответа. Даже странно. Поэтому и спросила. А тут я поздравляю. Жон Мироносец у них. Как Виталий это сделал. А здесь я по-другому показываю. В любом вопросе, пение и стихе, должна быть цель пробиться к Божеству. Иначе для чего стараться и пыхтеть, навешивать на чреслах смоковную листву. Цель. Возвратиться к первому блаженству. У Духа Божия и в нас едина цель. Нам вечно проводить не врозь, а вместе. И главное теперь, я человек или зверь. В рождении, в успехах и в страданиях. Вся та же цель, единственная всем. Как ужасы в Египте скоротали. И в Вавилоне сдерживали плен. Пути и нитки, даже паутинки, использовать, чтобы выбраться из ямы. С молитвой искренне наш подвиг станет дивным. Все кривизны с ней выпрямим мы прямо. Цель утром ранней и в полночной мгле, Как мироносицам заботливым не спится. Тогда пересидим того, кто нас наглей, Всех стражников разбойных за границей. Мы не напишем новую псалтырь, В которой лучшая цель отобразится. Увяжется за нами доик-шнырь, С кровавой злобой выпрут коммунисты. Чума коричневая, красная в обмотках, Уйдет в небытие, растая, как в метель. А верные приемлят данность кротко. Все перемогут и достигнут цель. Быть со Христом, по Библии сверяясь, У совести все чувства на чеку. Цель – единение с Богом и Еговой в радость. Прочтет безбожник, скажет, что, к чему. Все мысли, чувства, тайны чувствований К единой цели вечной, благородной. Путеводитель к цели Дух Святой Писания И крест Христа, сияющим над гробием. 27.07.2007 года, Игнатий Лапкин. Вот тут поминается у меня два раза Во всех стихотворениях, поминается Мироносице. Я его утром выбрал и написал ночью. О Пасха, избавление от поста, Никто не прославлял официально Тебя за то, что день еды настал. Трапезы тучны, лишь вчера опальной. Вот о чем речь. Вчера в опале я тебе была, пища-то. И накануне столько суеты, Мытье полов, подбелка дымной печки, Запретный жирный стол один остыл, И в отделение закусывать нам нечем. Не осуждаю, нет, но вспоминаю, Сам воздух птичьим гомоном прогретый. Дождаться завтра с яйцами в кармане, Неизбываемую радость ночью встретить. И будет беготня, и игры до зари, Немеренные крашеные яйца, И утром первый лутизарный вскрик, Христос воскрес, и на душе так ясно. Из года в год повторю слово в слово, Но столько новизны воистин воскресшей. Христос воскрес, мы восклицаем снова, Воистин воскрес, к себе примерит грешник. Наш остов оголится от годов, И в лучшей пище не обрящем вкуса. Но Пасху с радостью обнять всегда готов, В своем гробу дождаться Иисуса. Гробу. Да, гробу. И никогда бы впредь не расставаться с Христом, Творящим вечерю в сердцах. Вечерю. Вечерю в сердцах. Зияет гроб пустой, Ощеренную пастью, И безнадежностью в ночи наводит страх. Ну, Вишь, прочитай сейчас этот куплет. Сколько здесь сказано? И никогда бы впредь не расставаться с Христом, Творящим вечерю в сердцах. Зияет гроб пустой, Ощеренную пастью, И безнадежностью в ночи наводит страх. Мы слышим топот стражников бегущих, И мироносец робские шаги. Нас ангел озарит, Не станет мучить, И эту весть нам возвещать другим. Христова миссия исполнилась вполне, И в том уверен даже человека без. Невести церкви радостно полнеть, Рождая тех, кто со Христом воскрес. 01.04.2006 года Игнатий Лапкин Александр Марьясов Христос воскрес! Воистину воскрес! Мир вам, дорогой Игнать Тихонович! Благодарю за стихи. Они мне знакомы. Я порой открываю ваш томик стихов И читаю с превеликим удовольствием. Это действительно, там 340 страниц. А теперь у меня 4 тома стихов по 800 страниц. Правда, всегда в руке карандаш и лист бумаги. Записываю на указанные стихи из Писания. Затем прочитываю. Порой удивляюсь, какая глубокая мысль заложена здесь. А если бы не было указано на стих, То все бы выглядело обыденно и просто. Вот как Господь устраивает. Я как-то недавно читал ваши стихи. Ваши стихи называются. Это у вас стихи. По читальности предупреждайте. Так и заглавлено, написано 04.10.2001 года в Потеряевке. Вроде по объему стих и невелик. А когда я его прочел со всеми указанными стихами Писания, То подумал, что тут материал, оно целое кино. Начиная с сказанным о желании быть во здравии, До чистоты душ наших. Благодарю Господа, что есть такой человек, как вы. Всей общине низкий поклон. Спаси и сохрани вас всех Господь. Потому что в каждом стихотворении у меня 36 строчек, 9 куплетов, 4-строчных. Но напротив каждой строчки показано место Писания, глава стиха, откуда взята эта мысль. Валентина Сортисон, мир вам, Игнат Тихонович. Христос воскресе! Воистину воскресе! Вы уже проснулись и в интернете. А я еще не ложилась. И вновь вы своими стихами взбудоражили мою память. Вот так. Такие дорогие, близкие и далекие воспоминания о моем детстве, О Пасхе, о первых проталинах, Где мы скидывали свои сапожишки и бегали босиком. Господь уже в то время звал к себе той неведомой радостью, Птичьим пением, громким журчанием потока воды текущей, Из леса весной. Текущей, где даже остановка, из леса весной. Люди просто жалуются как-то. Не вытянул. Потоком воды текущей, из леса весной, березовым соком. Не вытянул у меня, не хватает. Как я радуюсь и благодарю Господа, что Он не прошел мимо меня И коснулся моей души через вас и ваших двух общин по-настоящему. И в связи с этим у меня к вам будет просьба. Вы собирались заказывать альбомчики с фото-выставки. Попросите, пожалуйста, Татьяну Кузьминичну или Людмилу Альфимову Заказать и на мою долю один экземпляр. Мнения тоже очень дорогие. Тем более, что на заглавной странице фотографии с крещением моей дочери Екатерины И двух внучек Марии и Светланы. 2010 год. Они приезжали из Германии и принимали крещение в Потеряевке. Вот найдите такое селение в России, чтобы люди ехали и принимали крещение из других стран даже. Но в этом помогают попы-безобразники. Они не крестят, ладошкой мочат. Это над моей внучкой Светланой парусом поднялась простынь, когда Нина Жолнирова накидывала ее по выходе из купели. Очень бы хотелось иметь это на память. Благодарю. Мы заказали. Заказали 40 экземпляров. Наталья Усатая, какая проповедь в стихе? Истинно только живя в Германии, я поняла эти слова, что для меня значит Христос воскрес. И истина в Святом Евангелии. Даже ни яйца и ни ключи не имели никакого смысла. Никогда не забуду весь смысл моей жизни и для чего живу, сколько лет прошло. Все годы даром, но наконец-то обрела Христа тут в Германии. Почему не в других странах? Так Господь ввел меня, дабы познала я, насколько любит и милует и терпит человека. Даже самого грешного ждет покаяние. Благодарю Господа за то, что послал мне истинно верующих евангельских христиан. В глубине души я с детства верил, что найду истину, но как и когда не знала. Вот теперь маленечко здесь надо глянуть. Посмотри, где-то поздравление. Поздравление от этого. Он сделал ролик такой. Вот это не сразу найдешь. Так где? С праздником Жон Мироносец. Вот она где. 508 просмотров. Ну давай посмотрим, что тут. Включись. Жизни вами в мир принесена. Нет, вот, вот, от начала. Во времена понтийского пилата, Любовью ко Христу пылая, Смертельную опасность презирая, Вы шли во след Спасителя Христа, До самого Голгофского Креста. Страдания крестные в сердцах носили, Любовь и верность до конца хранили. И весть благая, принесенная с небес, Христос воскрес! Христос воскрес! Вам первым ранним утром придана, И радость жизни вами в мир принесена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Надежда Васильевна Дима Торзок ДимаTorzok